Здравствуйте, у нас проходит вся российская бесплатная акция «Узнать свой ВИЧ статус». Можете пройти и сдать анализ абсолютно бесплатно. Спасибо большое. А куда пройти? Вот стоит машина. Хорошо, спасибо. Такое весьма необычное приглашение от волонтеров пройти тест на ВИЧ сегодня получил каждый прохожий. Но не каждый смог решиться сделать его. Светлана по профессии фармацевт, узнав об акции, даже не задумывалась и не сомневалась. Тут же отправилась в мобильную лабораторию. При отрицательном получается одна полоска контроля, при положительном вторая полоска теста. Чтобы узнать свой ВИЧ статус, нужно всего-навсего сдать экспресс-тест. Исследовав эту крохотную каплю крови, специалисты уже через 10 минут отдадут результат на руки. Анализы все бесплатны и анонимны. К каждому присваивается идентификационный номер, а сама процедура быстрая и безболезненная. Основная задача нашей акции – это информирование, донесение до людей информации о том, что ВИЧ-инфекция перешла в стадию хронического заболевания, что существует антиретровирусная терапия, которая способна поддержать иммунитет человека. Человек может жить до старости и умереть от естественных причин, соответственно, поддерживая иммунитет на должном уровне. И человек способен выполнять свои социальные функции, рожать здоровых детей. Вторая задача акции – выявление вируса на ранней стадии, что очень важно для общего состояния человека. Мы не говорим заболевших, мы говорим людей, живущих с ВИЧ, потому что у человека ВИЧ-инфекция не болеет. У человека развиваются заболевания уже на фоне сниженного иммунитета. Когда вирус поражает клетки иммунной системы, они снижаются, иммунитет ослабевает. Вот тогда развиваются какие-то заболевания у человека, которые трудно поддаются лечению. Либо не поддаются лечению совсем, что приводит к летальному исходу пациента. Поэтому очень важно, чтобы человек своевременно узнал о своем положительном ВИЧ-статусе, встал на учет, начал принимать специальную поддерживающую антиретровирусную терапию, которая не дает вирусу размножаться в организме человека. И сохраняется качество жизни человека на долгие-долгие годы. Помимо анализов, врачи рассказывают, как защититься и что делать, если тест оказался положительным. С людьми работают и психологи. Статистика по Новороссийску неутешительная. К сожалению, только за этот год у нас выявлено 192 случаев ВИЧ-инфекции. То есть, к сожалению, идет нарастание ВИЧ-инфекции по городу в целом. Хочу отметить то, что, с одной стороны, выявляемость, она говорит о том, что люди стали обращаться. То есть, им интересно состояние своего здоровья. То есть, они интересуются. Ну, минус в том, что, конечно, люди пренебрегают средствами защиты, и, следствие чего, конечно, рост ВИЧ-инфекции идет вверх. Всероссийская акция «Тест на ВИЧ-экспедиция» начала свой путь в Петропавловске-Камчатском еще в июне. География – 120 городов. 30 регионов страны. Финальной точкой маршрута станет Калининград 7 ноября. Александр Басалаев, Алина Коломукова, Андрей Супрунов. Новая Россия.